Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Господу, Спасителю! Богу, Хвала Святому! И сегодняшний уже седьмой вечер я посвящаю такой беседе, размышлению о празднике Пурим, библейском празднике Пурим. В общем, я еду сейчас в Бердычев, завтра уже, буду там, в воскресенье буду проповедовать с утра в одной из церквей Божья Сила, на Максима Завязняка. Буду проповедовать там с утра, а уже вечером, в это воскресенье, 17-го числа, да, я начинаю беседы по истории христианства. Семинар, беседы по истории христианства. Это здесь, на левом берегу, в Киеве, на Попудренко, 34А, с 19.30. Поэтому, киевляне, отзовитесь, пожалуйста, намотайте себе на уз как-то, запишите себе ваши ежедневники, вот ваши планы. И добро пожаловать, тем более, это воскресенье вечер, и, в общем-то, верующие разных церквей, разные конфессии могут как раз посетить этот семинар мой. В это воскресенье, и в следующее, я буду говорить о Пуриме, планирую много говорить о Пуриме, поэтому оставлю вот на эти вечера. Истории христианства и истории Израиля. Буду говорить примеры из истории Израиля, из истории христианства, примеры как раз именно Пурима. Вот того, буду говорить через призму того библейского Пурима, буду говорить о Пуримном таком перевороте в истории Израиля, в истории христианства, в современной истории уже. Так вот, дамы и господа, братья и сестры. Действительно, один из уроков Пурима, это тот, что Бог остается всегда верным своему обещанию, обетованию. И, наверное, этим праздник Пурим, этот библейский удивительный праздник, он так дорог всем любящим Господа. Конечно, в православной традиции, я сразу скажу, что да, в православной традиции этот праздник не знаком вообще, фактически, православному люду. А если даже и знаком, то, к сожалению, с плохой стороны, ну, в смысле, как с плохой стороны, в плохом свете. Потому что, к сожалению, некоторые священнослужители православные, вот, не принимая Библию всерьез, как именно Божье Слово, игнорируя Божье Слово, пренебрегая им, значит, льют хулу на этот библейский праздник, и как и на весь народ Израиля. К сожалению, в нашей православной церковной традиции антисемитизм это, скажу так, весьма-весьма распространенное проклятие. И, кстати, мое служение как реформатора православного обновленца, оно включает в себя одно из первых статей даже моего служения, больше 20 лет уже, который несу, как реформаторское, такой реформатор православный, евангелист, это разрушение вот этих твердынь антисемитизма, борьба с антисемитизмом во всех его проявлениях. Вот, и, дамы и господа, конечно, печально, что такое явление уродливое есть в христианстве, такой как антисемитизм, но, и вообще вражда, межнациональная всякая вражда, но именно в православии антисемитизм, на мой взгляд, он достигает в современном христианстве своего апогея, потому что именно идеологически, имею в виду, вероучительно и идеологически, потому что, если ранее, можно так выразиться, то идеологически пальму первенства в антисемитизме несли католики, конечно. Ну, конечно, ну, по моему мнению, да, я согласен с теми исследователями, что так говорят, и, по моему мнению, тоже, действительно, именно в католической церкви было больше всего этих проблем, больше, чем у нас даже в православии, но слава Господу за то, что после Второй мировой войны католическая церковь начала процесс реформ, начала процесс освобождения от вот этого богоненавистного, вот этого проклятия антисемитизма. И, знаете, друзья, я молюсь о том, чтобы в православной среде тоже нечто подобное, что началось в западной католической церкви, тоже произошло. Патриарх Вселенский, Вселенский Патриарх об этом говорил. Уже, как бы, не раз уже было говорено это все, но когда вот собирался Всеправославный недавно собор Вселенский, к сожалению, эти вопросы не были подняты. Ну, как бы, формально вроде бы говорилось, но реально ничего не было принято. Даже на голосование не ставили. И это печально, потому что проблема антисемитизма – это очень серьезная проблема. Западные католические церкви, католическая церковь на Втором Ватиканском соборе, они взяли курс на реформы. И, допустим, начался процесс деканонизации святых, да? Было объявлено, что многие вот эти святые, как бы, не святые, ну, святые антисемиты, всевозможные там, значит, разжигающие рознь там и прочее. Ну, чего греха таить? В истории христианства этого пруд пруди. Вот. А у нас в православии, знаете ли, авосы ныне там. В общем-то, ничего еще и не сделано в этом отношении. Фактически. Вот. Но отдельные лишь робкие заявления, отдельные лишь робкие шаги. Кстати, московский митрополит Кирилл, патриарх, извиняюсь, патриарх московский нынешний Кирилл Гундяев, он в бытность еще архиепископом и митрополитом. Я тогда служил тоже в РПЦ МП. Да, я до 96-го года был священником, был иереем русской православной церкви, московского патриархата. Я не был обновленцем, реформатором. Это в 96-м году я вышел из традиционного православия и стал реформатором, обновленцем. Бог призвал меня к такому труду. Вот. Но до 96-го года я варился вот в этом соку религиозном русской православной церкви. Вот. И я помню, в 91-м году я служил тогда... Это был еще Советский Союз, но уже последние месяцы его были. Вот. Он уже свое отжил тогда, но нам по утрам еще пели еще «Союз нерушимый» и прочие. Гимн советский пели, а безбожный-то. Такое было тоже. Я помню, как пришел в епархию, в епархиальное управление, имею в виду, в Рязани. На Фрунзе там располагалось в старом таком помещении. Вот. Там же и келья была архиепископа нашего, Симона Рязанского, Касимовского, который меня и руководил-то. И в дяконы, и в священники. Вот. Да и в щицы я, в принципе, начинал-то, поминая как раз архиепископа Симона, 87-й, 88-й год. У нас не было своего епископа в Орле. Так получилось. Ну, некоторое время. Вот. И потом прислали нам епископа. Поисия, по-моему, прислали как раз. В 88-м году как раз, по-моему, прислали его. Да, да. Вот. А временно исполняющим обязанности Орловско-Брянского, тогдашнего епископа, был архиепископ Симон Рязанский. Поэтому в бытность его епископом, временно исполняющим обязанности Орловско-Брянского, я начал первую степень священства чтеца 87-88-й годы. И подиаконствовал, диаконствовал, и стал иереем там в 91-м году в Рязани. И вот, я помню, интервью опубликовали как раз архиепископа и митрополита, тогда уже митрополита, по-моему, Кирилла Гундяева, нынешнего патриарха Московского. Так вот, и там одно из, как бы, ошарашивших, скажу так, новостей для, ну, фактически всех наших священников рязанских, да и московских многих, потому что я в Москву приезжал, там, в принципе, такая же история была. Многие священники просто в шоке были. Как так? Митрополит Кирилл тогдашний Гундяев, он заявил, что в отношении к евреям был вопрос задан ему, ваша позиция, что вы думаете об отношении русской церкви православной к евреям. Он сказал, что так, мол, и так, что он лично считает, что нужно пересмотреть отношения к евреям, отказавшись там от антисметизма, в духе Второго Ватиканского собора, что нам нужно принять решение, в духе Второго Ватиканского собора, что провела католическая церковь римская после Второй мировой войны. Вот, конечно, это очень сильно так вот прозвучало, но, к сожалению, потом Кирилл Гундяев стал и патриархом, но авоз и ныне там. Там ничего в этом отношении не было сделано, вот, и сам патриарх нынешний Московский просто молчит, отмалчивается и, как бы, ничего не говорит по поводу своего тогдашнего заявления. Я не знаю, конечно, возможно, это чисто политическое было такое заявление, то есть, как бы, может быть, это было лукавым заявлением, как бы, чтобы понравиться мировой общественности, выглядеть так демократично. Может быть, а может, на самом деле, в его сердце было желание освободиться от этого мракобесия многовекового, но система религиозная, она заставляет играть по своим условиям. Вот, и человек, достигая огромной власти, там, в политике или в религии, с одной стороны, он, как бы, наверху горы, но, с другой стороны, он раб этой системы, там, политической, соответственно, или религиозной системы. Вот, поэтому и патриархам, местоблюстителям, предстоятелям порой, ну, действительно, не позавидуешь. Знаете ли, Бог меня призвал вот тоже к служению такому, предстоятельствовать реформаторской православной церкви Христа Спасителя, но наша юрисдикция, наша организация, она совершенно мизерная в сравнении с такими огромными, там, там, православная церковь Украины, там, русская православная церковь, другие, там, канонические, такие огромные, там, неканонические, даже многие, такие, второканонические православные церкви. Вот, у нас довольно очень скромно все, но и то, знаете ли, я понимаю, что груз ответственности определенный есть. Вот, но знаете что, друзья, я благодарю Бога, что, несмотря на заявление, незаявление, желание, нежелание, Божья воля исполнится, исполнится то, что Бог определил. Я верю, что он как раз в слове своем и рассказывает нам то, что он определил, что весь Израиль спасется. Говорится о том, что Израиль и церковь, церковь и Израиль, это не чужеродное друг другу явление, нет, это однородное, это одно целое. И хотя на протяжении более чем полутора тысяч лет, почти две тысячи лет, почти всю историю нашу церковную у нас вот все в криф и в кость, знаете ли, с Израилем, как лебедь, рак и щука, действительно, вот порознь, все. Но я верю, что должно исполниться Божье Слово, и действительно, кровь Иисуса Христа, евреев и неевреев вместе примиряет и должно примирить действительно. Знаете ли, у нас есть очень хороший пример в Библии, в Слове Божьем. Ну, во-первых, и во-вторых, самое основное для нас христиан, это сам Машиах, сам Христос, который умер за всех нас, который есть свет к просвещению всех народов, первое, а второе, и слава народа своего Израиля. Так вот, и в нем, в Иисусе Христе, каким-то удивительным образом, еврейство и нееврейство, иудеи, игои, все вместе, как один народ, как один новый народ. Это удивительно. Слава Богу. Так что, друзья, благооставляю всех вас во имя Господне. Вот, и размышляя о Пуриме, размышляя о празднике Пурим, и, конечно, я, ну, сегодня тоже, может, приведу пример короткий такой, небольшой. Даст Бог с Бердычева, а нет, завтра вечером я буду в Бердычеве проводить уже там служение, там буду в гостях, но если получится, то включу и трансляцию. Почему бы и нет? Я думаю, технически это все вполне возможно. Вот, возьму с собой штатив, тоже вот, телефон, и попробую поставить все это. Вот, но если не получится, тогда уже записи посмотрите, друзья. Вот, благооставляю всех вас. Ну, а пример такой, именно Пурима, божественного Пурима. Вот, я начал вчера, вот, ну, сейчас, сейчас, сейчас расскажу этот пример. Когда в Царской России еще, в конце 19-го столетия, был принят, был съезд духовенства, православного, миссионерский, третий съезд в Казани, 1897 год. Так вот, накануне была перепись населения произведена, и священство, духовенство проголосовало за, ну, по сути, концлагеря для евангельских верующих, ну, и, соответственно, по умолчанию для евреев. Потому что две категории граждан были в черном списке и считались врагами, внутренними врагами, внутренними проблемами государства российского. Это еще Александр Третий, как бы, вывел, как бы, и, как бы, пришел к этому мнению и высказал, что он два союзника увидел у России, это ее армия и флот. Ну, как бы, дальнейшая история начала 20-го столетия показала, что это очень плохие союзники, на самом деле. Вот, и армия и флот оказались, как раз, большей частью врагами России. Так вот, так получилось. То есть, вот, несогласие, царство разделенное само в себе и очень самодержавие рухнуло просто-напросто. Вот, это было сто лет тому назад, да. Вот, а два врага видел Александр Третий еще, а потом его сын Николай II продолжил эту батюшкину и его отца программу, как бы, уничтожения двух этих вот категорий граждан, которые были как кость в горле. Это, как бельмо в глазу, это евангельские христиане, российские подданные неправославного вероисповедания, и кто? Евреи, евреи, иудеи непосредственно. И вот для этих категорий граждан как раз вот и приготовлены были вот эти концлагеря. Но первый удар был бы нанесен именно по евангельским верующим. Это считалось для миссионеров православных, которые боролись как раз с духовным таким пробуждением, казалось первоочередной задачей. Потому что во многих губерниях действительно народ пробуждался. И если царь, еще Александр Третий, потом Николай Второй, ну, Александр Третий больше, разорил духовное пробуждение сверху, вот дворянство, просто вынудили снова вернуться в православие, или же кого, кто-никто не соглашался возвращаться снова в традиционное православие, то их разоряли и изгоняли из страны без права возвращения. Это Пашков Василий Александрович, олигарх, тогдашний богатейший человек России. Вот он оказался совершенно без денег. Все имущество он оставил здесь, потому что его ограбили Романовы. Непосредственно Александр Третий, он взял на себя этот грех, и ограбили Пашкова, законно, без закона, без закона, по закону ограбили его. И выдворили из страны. Вот, Василий Александрович, он жил в Париже, по-моему, он жил как раз, да, в Европе. Также церемониймейстер царского двора, Модест Модестович Корф, также богатейший человек, его разорили и без ничего изгнали, просто с чемоданом вещей, личных вещей, изгнали, без копейки, содержание. По-моему, в Берлине он жил, в Германии, да, по-моему, в Германии он жил. Там и похоронен он, где-то в Берлине. Вот, Корф Модест Модестович. Вот, и других многих, и, но среди крестьянства, среди рабочего класса, но большей частью среди крестьянства пробуждение духовное, особенно в Украине, было колоссальным, было огромным. Вот, и борьба с этим пробуждением духовным была для духовенства, православного, тогдашнего традиционного первоочередной задачи. Но получилось все иначе. Получилось так, что благодаря Его Величеству Случаю, как говорится, Его Величество Случаю, это псевдоним, Его Величество Господа Бога, то все это не состоялось. Закон этот не был подписан государем Николаем Вторым, из-за давления Америки, ультиматума, и лег в архив этот документ. Но уже молодое советское правительство, в первую годовщину советской власти, в 18-й год, этот документ, по сути, поднимает. Этот проект воплощает в жизнь. Первые концлагеря, ласточки будущего ГУЛАГа, первые ласточки будущего ГУЛАГа, этой фабрики смерти, заработали, да, уже тогда, да, задолго до Сталина, еще зимой 18-го, 19-го годов, уже под Московье, под Тулой, под другими городами строились эти концлагеря, но они не назывались так, но это была действительная система концлагеря. Огорожена колючей проволокой, территория для, как бы, нахождения там людей, но на самом деле для их уничтожения. Многих убивали просто, надо, не надо, пытали до смерти, насиловали, убивали, расстреливали. Вот, но большая часть из них просто умирала от ужаса, этого страха, голода, болезней, обезвоживания, там, прочее. Вот, и вот это была фабрика смерти. Затем был некоторый перерыв в 20-е годы, и уже с 29-го, 30-го годов фабрика смерти вновь стала расстраиваться по всей территории тогдашнего СССР. Вот, и да, это страшная история, конечно, очень страшная история. Но к чему я об этом рассказал? Что так-то декрет Ленина и Совнаркома о концлагерях, декрет Ленина о концлагерях для ликвидации класса противника, это был первый в истории человечества закон для уничтожения целых слоев населения. Это считается днем рождения, как бы, концлагерей. Но, знаете ли, на самом деле, лет за 20 до того православные, да, мы православные священнослужители придумали это. И для кого? Для своих же братьев, для евангельских верующих, ну, и для евреев также. Но получилось так, что вместо... все перевернулось. И одни из первых осужденных в эти лагеря смерти были как раз православные священнослужители. Притом некоторые из тех, кто за 20 лет до того молодым еще священником голосовал за этот проект в Казани. Удивительный поворот истории. Друзья, ну, как вот вчера я читал, тоже из Писаний, значит, вечером, что не рой яму другому, сам не попадешь. Поэтому Господь нам и наставляет нас, назидает нас, друзья. Вот, это тоже Пурим, это Пуримный переворот. Поэтому благоставляю всех вас, размышляйте об этом. И я постараюсь о Пуриме еще делать несколько таких программ, более подробных, не спеша уже. Сейчас я немного спешу, вот, последняя минута остается у меня здесь, в эфире. Вот, благоставляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Завтра в 6 утра подключайтесь на трансляцию с утренней молитвы. У меня в 6 утра, и целый час у меня будет времени больше будет свободного, вот, до 7. Алекс пишет, шалом, шалом, Алекс. Вот, подключайтесь, совершим хлебопреломление, причастие и в харистию все вместе. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, возлюбленные, братья и сестры, дети Божьи, всех там конфессий, динаминаций, православные, католики, протестанты, неконфессиональные, держитесь Господа Иисуса Христа, евреи, неевреи, один Машиах и Иешуа, кровь святая, завета вечного для всех нас, евреев и неевреев. Слава Господу, Богу всемогущему хвала. Благоставляю вас всех. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Благоставляю вас всех, дорогие друзья. Напоминаю, что уже мы скоро будем праздновать праздник Пурим. В этом году празднование Пурима будет 21-22 марта. Ну а кстати, а сегодня, ну уже вечер, уже началось уже 8 число. Ну а седьмое, Адара 2-го, это как раз вот день рождения и день смерти пророка Моисея. Кстати, да. Мошер Абейнум. Да. И пришел в этот мир, и ушел через 120 лет ровно именно в этот день. Так что, такие памятные даты у нас в календаре. Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Бешем Ишуа Гамашиах. Аминь. Аллилуйя. Да, слава Богу, успели. Да, сейчас просто как раз будем общаться сейчас. Вот. Аллилуйя. Слава Богу. Да, кто подключался, спасибо всем огромное за внимание. Благодарю всех. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.